Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер всем, кто решил провести его в нашей приятной компании. И говорить мы сегодня будем о женском очаровании. Сегодня разговор между нами девочками. Итак, мы разберемся в том, какие же черты делают нас привлекательными, что помогает быть уверенными в себе, как мы реализуем наш потенциал, и что помогает, либо наоборот мешает строить карьеру. Подключайтесь к разговору, уважаемые мужчины, мы также ждем от вас звонков, потому что только ради вас мы готовы менять себя и готовы менять мир и атмосферу вокруг нас. Итак, в чем же наша женская привлекательность? Может быть в деньгах статусе, может быть в трех высших образованиях, а может быть в впечатляющем внешнем виде. Как думаете вы, уважаемые телезрители, пишите, звоните, мы открыты обратной связи. Рассуждать на тему женской привлекательности можно бесконечно долго. Вот только эксперты в области межличностных отношений сходятся во мнении, что привлекательность и очарование женщины – это нечто большее, чем просто внешний вид. И эту теорию как раз-таки поддерживает психолог Дарья Король, эксперт нашей программы. Добрый вечер, Дарья. Проходите, пожалуйста. Дарья, вы настаиваете на том, что привлекательность женщины – это, цитирую вас, не юбки кружева и запах сирени, а это нечто большее. Что же вы имеете в виду? Я думаю, что в первую очередь это внутреннее ощущение, которое есть у женщины, которое она транслирует всем окружающим. И это точно не зависит от того, во что она одета, это скорее зависит от того удовольствия, которое у нее есть от самой себя. То есть мы говорим сейчас и о той атмосфере, которую она строит? Я думаю, что да, в том числе. Но атмосфера строится из внутренних каких-то ощущений. Если внутри разруха, то внешне атмосферы тоже не будет. На ваш взгляд, степень женственности определяется с помощью частицы «не». Что же вы имеете в виду? Ну, я думаю, что это не объективная красота, потому что вообще непонятно, что это такое. Это не статус, потому что у женщины может не быть статуса в привычном понимании слова, как для мужчин. И она все равно может быть очень женственной, привлекательной. Это не очень важно. Это точно не измеряется количеством мужчин, детей. А чем же? Чем же это измеряется? Ну, скорее всего, тем удовольствием, которое есть от себя. Тем внутренним ощущением, что я женщина, и мне в этом комфортно, приятно. И я как-то готова нести это ощущение в мир. То есть получается, что женственность и обаяние мы не видим, но чувствуем. Правильно? Совершенно верно, да. Именно так. А можно ли научиться очаровывать людей? Походить на какие-то тренинги? Что-то для себя выяснить и начинать применять на практике? Можно. Однозначно. Харизма – это не всегда то, с чем мы рождаемся. Есть люди, конечно, определенные, которые родились с харизмой. Но прежде всего харизма – это хорошее знание себя, своих сильных сторон и возможность опираться на эти сильные стороны. То есть не зацикливаться на том, что во мне плохо. Человек, который опирается на свои сильные стороны, он всегда очень обаятельно выглядит в глазах окружающих. Поэтому, да, конечно, это можно развивать. В роли психолога, специалиста такого высокого уровня, вы наверняка очень много общаетесь с мужчинами. Так вот, вы уже для себя определили, например, поделитесь с нами, что же они больше всего ценят в нас, в женщинах? Своё ощущение рядом с нами. А длинные ноги, пышный бюст – это их не очень-то… Ну, это на любителя. На любителя всё же, да. Скажите, пожалуйста, что ещё, по-вашему, Дарья, делает нас очень обаятельными? Может быть, улыбка? Может быть, ещё что-то, кроме вот того, что женщина должна быть красива изнутри, у неё должен быть какой-то притягательный внешний вид? Что-то ещё может быть? Я думаю, что хорошее настроение. Ну, то есть, когда я хорошо знаю себя и хорошо знаю, что мне нужно в жизни, то я, соответственно, большую часть времени провожу в каком-то комфортном, хорошем настроении. И это комфортное, хорошее настроение, оно заряжает других людей. Конечно, если я всё время недовольна, у меня опускаются уголки губ, я транслирую какое-то вечное несчастье, то и окружающим сложно, и мужчинам в том числе очень сложно. Потому что мужчины не очень любят, когда женщина несчастна в отношениях с ними. То есть, если от женщины исходит негатив, то это, скорее всего, пугает. Но не только мужчину, так ведь? Конечно. Вообще, люди, скорее всего, отвернутся, если женщина всё время ноет, жалуется, обвиняет кого-то, правильно? Ну, они, может быть, и не отвернутся прям сразу. Может, сразу и не побегут, конечно, но, скорее всего, им, конечно, будет тяжело. То есть, надо решать тогда вопрос, что такого с моей жизнью происходит, что я недовольна. Это уже тема нашей другой программы. Скорее всего, да. Будем разбираться потом. Итак, уважаемые телезрители, далее в нашей программе. Как своё жилище превратить в сказку? Как выбрать модную одежду для не совсем идеальной фигуры? И что же делать, чтобы после жаркого лета вернуть нашей коже красоту и молодость? Уважаемые телезрители, мы возвращаемся в студию. Доброго вечера. И напоминаю, что говорим мы сегодня о женском очаровании. И мне режиссёр уже подсказывает, что у нас есть телефонный звонок. Наверняка это какой-то вопрос. К нашей Дарье. Она специалист высокого класса. Давайте послушаем, кто же это. Телезритель, либо телезрительница. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Нина. Я из Гомеля. Здравствуйте, Нина. Задавайте ваш вопрос. Да, у меня такой вопрос. На меня не обращает парень внимания. Подскажите, может ли есть какой метод, чтобы он 100% обратил на меня внимание? А что вы предпринимали, чтобы уже так и свершилось, чтобы он всё-таки обратил внимание на вас? Что вы делали? Ну, сейчас популярно ВКонтакте писать. Вот, пробовала ВКонтакте писать, добавляться в друзья. То есть предложить встретиться, но как-то ответной реакции я не увидела. Как-то пока не реагирует. Да. Так, хорошо, спасибо. Вы знаете этого парня? Вы знакомы уже с ним, да? Или это абсолютно незнакомый человек? Пока вы хотите с ним подружиться? Ну, знакомый так, условно можно сказать. Условно знакомый. Спасибо, Нина. Мы поняли ваш вопрос. Спасибо. Дарья, что же мы можем ответить? Какие оригинальные способы для привлечения парня может Нина? Мы можем не предложить. Я думаю, что можно много изобрести оригинальных способов. Но я бы скорее подумала, нужно ли внимание мужчины, который не откликается. Ну, потому что, очевидно, если Нина писала, если она как-то назвала его, то очевидно, что он должен был понять, что он интересен. Но если он не откликается, то, может быть, это не тот мужчина, на которого стоит тратить время и усилия. Потому что наверняка будет мужчина, которому это будет приятно, который будет осуществлять движение навстречу. Но есть же категория мужчин, которым нравятся такие уверенные, напористые девушки. И, может быть, он как-то хочет ее еще больше смотивировать? Может быть, такой вариант? Может быть. Но мне кажется, что это не очень частая история, когда мужчина ждет, пока его завоюют. И надо прям хорошо подумать, готова ли я завоевывать его. И в случае провала встретиться со своим стыдом за то, что у меня это не получилось. Я надеюсь, Нина нас сейчас услышала. Ну и мы продолжаем. Спасибо, Дарья, вам за ответ. Уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, вы смотрите «Добрый вечер, Гомель». Какие же хобби в тренде у современных белорусских женщин? Мы изучили интернета, просторы интернета. И вот, что мы обнаружили. Список возглавляет кулинария, затем идут танцы, рукоделие, увлечение кинематографом, туризм, коллекционирование и цветоводство. Согласитесь, нет никого более увлекательного, чем женщина, которая получает истинное наслаждение от любимого занятия. Хобби – это не просто возможность занять себя, это возможность реализоваться, заявить о себе миру, раскрыть свои таланты и отдохнуть от повседневной суеты. Вот так вот. И наша следующая гостья, я спешу ее пригласить, мама двоих детей. Вы не поверите, но эта хрупкая женщина умеет пилить, шлифовать и красить. Для нашей героини любимое увлечение – это как раз таки то, что разукрашивает ее жизнь в яркие тона. Итак, знакомьтесь, Наталья Кузикова. Проходите, пожалуйста, Наталья. Добрый вечер вам. Добрый вечер. Наталья, ваш муж говорит, что вы та самая волшебница, которая под силу обычную квартиру превратить в сказку. Правда ли это? Ну, я думаю, что какие-то задатки вам не есть. И в этом есть доля правды, наверное, да. И как же вы, какими способами превращаете в сказку ваше жилье? Ну, я считаю, что уют, он, конечно же, в мелочах. И вот как раз таки эти мелочи я могу привнести в свой дом. Взял вы своими руками. Так, что вы сегодня принесли к нам в студию? То, что вы как раз таки своими руками и соорудили? Да, ну, на столе здесь все, что я сделала. Ну, малая, очень малая часть из того, что я делала и из того, что я с собой захватила. Здесь как раз таки творчество разных периодов. Вот можно проследить. Вот, к примеру, вот эта вот игрушка, она была сделана в то время, когда я еще только искала себя. Начала я себя искать именно во время декрета, как, наверное, многие мамы начинают себя искать и пытаться проявить и найти какую-то долю творчества в себе, откопать и вложить ее куда-то. И вот эту игрушку я делала своей дочке. Это как раз то, с чего вы начинали. С чего я начинала. Это мои первые работы такие вот, пробные, можно сказать, и которые получили отклик в соцсетях. И именно это дало мне толчок, что я могу и мое творчество интересно. А правда, что вы умеете шлифовать и красить и всякие разные красивые штучки именно своими руками с оружием? Правда? И вот эту вот полку, или как это правильно назвать, это что у нас за такое приспособление? Это ящичек, который я делала специально для ванной комнаты. Вот мне не хватало такого декоративного органайзера, в который я могла бы поместить мелочи в ванной, например, зубные щетки, жидкое мыло, которое бы не валялось по пространству всей ванны, а было бы скомпоновано и умещено, например, в такой вот ящик. То есть шампунь, кремы, все можно сюда? Да, ну это малая часть. Да, еще у меня есть вот такого же рода полка, на которой все остальное более объемное стоит. А здесь только мелочи. Дарья, как вам изделие? Вы бы так смогли? Я бы точно нет, потому что я руками не умею такую красную. Нет, 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 это точно не про меня история. У Натальи, наверное, дар. Сколько лет вы уже занимаетесь этим, Наталья? Ну, изначально начинала я с самого детства, привлекали меня с самого детства к творчеству. Но вот сколько я в декрете, столько я и реализую себя. Расскажите нам, пожалуйста, об этой вещице. Ну, на сегодняшний день я пришла к данному виду творчества. Это вязаные аксессуары для женщин. До этого я вязала в основном для детей, и это пользовалось большим спросом. Но постепенно какой-то вид деятельности мне начинает, можно сказать, надоедать. Я исчерпываю себя в нем и переключаясь немножко в другом ключе начинаю работать. Это выставочный экземпляр или можно взять и уйти? Нет, это экземпляр, который отправится в Одессу для девушки. Он был связан уже непосредственно адресно, скажем так. То есть я знала, для кого я вяжу, и знала, что я буду вязать. То есть у меня была задумка, которую я реализовывала в дальнейшем. Девушка куда может уйти? Это небольшой рюкзачок. Это небольшой рюкзачок, в который она может положить необходимые мелочи. Ну, конечно, многое сюда не положишь, но телефон, ключи, зеркальце, что там губная помада, что необходимо женщине, она вполне может сюда уместить. Кредитная карточка. Кредитная карточка. Еще кошелек, паспорт, еще можно что-то туда. Да, да. Скажите, пожалуйста, Наталья, правда, что ваш муж уже боится ваших новых идей? Потому что вы, они просто фонтанируют. Наверное, немножко есть такое. Но его большой плюс в том, что он никогда не пресекает мои фантазии и только поощряет. И я от этого, ну вот я расцветаю. Ваш муж – это помощник? Да. Или он только так со стороны, любуется вами, как вы работаете? Нет. Ну, поскольку я мама детей, а один ребенок у меня очень маленький, приобретать необходимые инструменты и какие-то мелкие детали я не могу самостоятельно. И он мне в этом с удовольствием помогает. То есть он у меня и съездит, куда надо, приобретет. То есть за это ему огромное спасибо. Я без него, наверное, не справилась бы. Дарья, я хочу спросить у вас. Скажите, а много ли вообще в вашем окружении, допустим, мужчин, для которых женственность – это как раз-таки умение создавать нужную атмосферу в доме? И много ли вообще мужчин ценят это умение? Конечно, много. Это энергия жизни. То есть это, в принципе, мне кажется, то, ради чего строятся отношения, когда женщина фонтанирует, когда она творческая. Я думаю, что плохо, когда у женщины заканчиваются идеи. Это что-то про то, что, ну, может быть, в отношениях что-то не так, может быть, период у нее такой. Но когда женщина вот такая энергичная, веселая, творческая, когда она вся в потоке фантазии, это, мне кажется, поддерживать – это самая хорошая история, которая только может быть. Да, конечно, мужчины это очень любят. Вы согласны с тем, что женщиной мало родиться, ей нужно стать? Ну, это спорно, конечно. Но я думаю, что скорее научиться. Вот не стать, а научиться быть. Да, потому что мы-то однозначно рождаемся уже женщинами. А вот научиться быть такой, вот какой я буду сама себе нравиться, ну, это да. Тогда я буду вызывать много отклика. То есть важно нравиться себе прежде всего? Конечно. Потому что счастливая женщина несчастна, она никого не сделает счастливым, верно? Нет, конечно. Это невозможно. Если я сама несчастна, то каким же образом со мной рядом будут дети, счастливый муж, там, ну, кто угодно. Люди на работе. Конечно, нужно найти то, что меня радует. Это очень важная вещь. Уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Поддерживайте нас, пожалуйста, вашими телефонными звонками. Пишите, оставляйте ваши сообщения в Вайбере, мы открыты обратной связи. Прекрасной половине человечества всегда было свойственно постоянно искать секреты привлекательности. Как утверждают психологи, женщины скорее, чем мужчины, идут на творческие эксперименты. Дарья, а чем это связано? Ну, с тем, что женщины более гибкие и более быстрые в своих реакциях. Они быстрее восхищаются, быстрее отзываются на что-то блестящее, новое, интересное. Сейчас это очень хорошо видно. В студиях йоги большая часть посетителей – женщины. На фитнесе большая часть посетителей – женщины. У психологов большая часть клиентов – женщины. То есть женщинам интересно все, что происходит в мире, но они активно очень пользуются тем, что есть, всеми новинками, которые есть. Ну, и мне кажется, хорошо, потому что так хорошо, как сейчас может жить женщина, она не жила на протяжении истории никогда. А я вот, кстати, еще хочу спросить немножко на другую тему. Мы же женщины очень любим наряжаться. Очень. Как часто вы обновляете свой гардероб? Я очень, очень часто. Раз в месяц, полгода? Как часто вы ходите? Боюсь, что это может происходить каждую неделю. Каждую неделю? Да что вы говорите. Это достойно ваших аплодисментов, дорогие друзья. Наталья, скажите, а вы как любите часто обновлять гардероб? А я, наверное, как большинство женщин, очень это люблю. Да, балую по мере возможности. Как только у меня есть возможность, временная или материальная, я обязательно. А какой должна быть та самая одежда, чтобы отвечать вашим требованиям? В первую очередь, исходя из моего нынешнего, опять-таки, положения мамы, она в первую очередь должна быть удобной для меня, чтобы я могла и с ребенком поиграть, и не чувствовать скованность какую-то, ну и подчеркнуть, скажем так, мои женские формы. Уважаемые телезрители, я спешу пригласить в студию директор магазина Марину Соколову и консультанта Любовь Куприанович. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Вы знаете, я... Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Скажите, Марина, правда ли, что вы знаете о модных тенденциях все и даже больше? Безусловно. Безусловно. Вас обязывает ваша профессия? Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, а какой она должна быть, та самая одежда, чтобы соответствовать всем требованиям современной женщины? Она должна быть красивой, индивидуальной и правильно подобранной, чтобы подчеркивала фигуру. Отлично. Ваш магазин, это брендовая одежда, деловая одежда, правильно? Не только деловая, это деловой офис, это нарядный офис, это повседневная одежда, одежда для отдыха и даже есть одежда для отдыха, скажем так, на природе. Прежде чем приодеть Наталью, она дала свое согласие, она же тоже, ей интересно, чем закончится весь наш творческий эксперимент. Я хотела бы спросить, на ваш взгляд, Люба, почему одни женщины никак не могут уйти от мужского внимания, а другие только мечтают об этом? И все никак, они не могут привлечь в свою жизнь того самого идеального мужчину? Тут я, наверное, соглашусь с мнением психолога, надо разобраться в себе, надо ли внимание такого мужчины, то есть понять, надо ли стараться для него. Каждая женщина привлекательна, обаятельна, у каждой женщины есть своя изюминка. И кому-то, может, немножко больше природа помогла, кому-то немножко меньше. Поэтому мы, как профессионалы, со своей стороны помогаем женщине приобрести в себе уверенность. Если она не уверена в себе, мы обязательно выслушаем, что она хочет. Вот конкретно наша девушка, вот она сказала, что хочет приобрести комплект, который будет помогать ей низковое движение. Вот тут главное услышать, чего хочет женщина. Хорошо. А давайте вы пройдете к стойке, и мы давайте вот прям подборные аплодисменты наших телезрителей. Итак, какой бы образ вы хотели сегодня для себя выбрать, Наталья? Для чего вам нужен новый образ? Как вы его видите? Какой должна быть одежда? Брюки, юбка? Это брюки. Я думаю, это должны быть брюки. И сверху, ну, я не знаю, может быть, какой-то жакет, джемпер и, возможно, блуза. Что-нибудь вот в этом направлении. Куда будем подбирать стильную одежду? Для каких целей? Куда пойдем? В театр, гости? Мне больше по душе поход в гости, поскольку это у меня сейчас реже получается. Хорошо. Ну, давайте попробуем Любу, чтобы она прокомментировала. Мы, наверное, да, будем пробовать несколько вариантов, потому что, как показывает практика, сразу подобрать это практически невозможно. Первый комплект – это юбка-карандаш и блузка из лискозы. Можем вот сюда показать. Да. Ну, вот то, что мы слышали, все-таки девушка хочет брюки. Мы прислушиваемся к клиенткам. А по цветовой гамме, как вам, Наталья? Блузы, например? Ну, здесь классика. Классика. Черно-белый стиль. Я люблю немножечко цвета. То есть я люблю монохром, да, но если бы там был маленький цветовой акцент, мне кажется, мне бы больше подходило. Его всегда можно добавить к каким-то аксессуарам, не забывайте. То есть это могут быть какие-то… Вот человек творческий. Ваша сумочка. Опять же, это какая-то брошка. И это уже по-другому немножечко заиграет. Мне кажется, у Натальи идеальная фигура. Я немножко обогрячилась. Да, да. Да, у Натальи идеальная фигура. Мне кажется, на нее сядет все. Все. Все без исключения. Но все же мы попробуем подобрать нечто особенное. Да. Второй наш образ – это классическое платье-футляр серого цвета. Такая базовая вещь в гардеробе каждой женщины. Но опять-таки это не брюки. Мне кажется, будет немножко стареть. Хочется чего-то поярче. Немножечко, да. Образ все-таки для более… Да, не тот цвет. И, наверное, не то, что девушка ищет. А вам, Наталья, как? Ну, если бы я работала в офисе, я бы обратила внимание на такую модель. Но мы выбираем одежду для похода в гости. Да, да. Да, хорошо. Идем дальше. Еще одно платье представлено. Но это, наверное, скорее всего, не офисный стиль. Это уже более такой нарядный. Это на выход с детьми. Не знаю, насколько это будет комфортно. Но с мужем в ресторан поход замечательный. То есть туфельки, данный образ. Но опять-таки не то, что мы подбираем. Марина, что вы скажете по поводу этого платья для Натальи? Ну, скажем так, Наталья идет в гости, правильно? Да. Где будут дети маленькие. А это все-таки платье, скажем так, нарядно-трендовое. И лучше все-таки его выбрать для похода более в общественное место, где-то в ресторан, с мужем, отдохнуть. Приятная музыка, хорошая обстановка. Хорошо. Приобрести платье будет повод, да? Да. Идем дальше. Ну, а тут уже попадание, скажем. Это брюки, классические джинсы, блуза и дополняем образ жакета. Классический двубортный жакет, блуза в стиле такой рубахи, кэжел стиль. И классические джинсы. Это, опять-таки, может быть образ, как девушка может выйти на выход куда-то. Но потом, придя в гости, сняв жакет, остаются удобные брюки с высокой посадкой, которые не будут абсолютно сковывать движения. И такая вот рубаха более мужского стиля. Как вам, Наталья, такой комплект? Мне кажется, это как раз вот то, что мне нужно. Я бы с удовольствием даже вот, может, и приобрела бы такое. То есть я заинтересована. Приятно такое случить консультанту. Может, тогда Наталья, мы тогда предлагаем вам на несколько минут покинуть нашу студию для того, чтобы примерить на себя новый образ. Ну, а мы под аплодисменты, дорогие друзья, вас провожаем. Мы продолжаем. Вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Привычка относиться к себе, с любовью и уважением, забота о своем теле – важная составляющая женской привлекательности. И если лето – период ограничений, то осень дарит возможность основательно заняться своей внешностью. И у нас в гостях я как раз таки спешу представить косметолога клиники пластической хирургии и косметологии Чеслова Кушелевича Наталью Турченко. Сегодня она готова поделиться с нами секретами красоты. Добрый вечер, Наталья. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Расскажите, так по какой же причине осень считается как раз таки благоприятным и безопасным сезоном, когда мы можем побаловать свою кожу? Дело в том, что избыточная инсоляция летом накладывает определенные ограничения на спектр процедур, которые современная косметология может предложить клиентам. Все процедуры, связанные с травматизацией кожи, даже с микроповреждением, чреваты вторичной пигментацией, образованием на коже неприятных темноватых пятен. И поэтому такие процедуры, как различные механические, физические и химические пилинги, обычно откладываются на осенний-зимний период. И вот, наконец-то, когда закончилось бабье лето, косметологи ожидают наплыва клиентов, которые хотят избавить некоторые огрешности, которые нам принесло наше любимое теплое солнышко летом. Дело в том, что кожа, не защищенная противосолнечными средствами, может испытывать очень сильное воздействие ультрафиолетовых лучей и изменяться за лето так, в худшую сторону, как она не изменяется за оставшиеся 9 месяцев года. Это фотокератоз, это эластоз, это ускоренные возрастные изменения кожи, это появление пигментных пятен, а также появление на поврежденной коже и каких-то инфекционных процессов, когда она уже беззащитна перед окружающими факторами. Можно ли сказать, что осенью женщины чаще ходят к косметологу, нежели летом? Да, наблюдается такая тенденция, причем она достаточно ярко выражена. Лето – это, как правило, период активного отдыха, период отпусков, даже период пребывания где-то в городе, но на отдыхе. И как бы люди немножечко расслабляются, забывают о том, что кожа необходим в принципе регулярный, профессиональный уход. Зато осенью мы ожидаем большое количество клиентов, которые прибегут к нам спасать свою красоту, немножечко испорченную летом. Кстати, Наталья, к нам приходят сообщения на Вайбер, я зачитаю вот одно из них. И, кстати, уже вопрос, каким кремом для лица лучше пользоваться осенью – питательным или увлажняющим? С чем это связано, спрашивает Анастасия. Что мы можем ответить? Ну, очень индивидуален подбор кремов для каждого клиента, каждого возраста, каждого типа кожи. Но я хочу сказать, конечно, если летом идет чаще речь о защите и увлажнении, то осенью мы больше обращаем внимание на питание кожи, которая достаточно сильно истощилась за лето. Поэтому все-таки питательным кремам надо уже начинать отдавать предпочтение с наступлением холодов. А есть такая очень модная процедура – мезотерапия и биоревитализация. Правильно произношу? Да, правильно. Правда ли, что эффект держится до одного года? Что это такое для начала? Давайте поясним. Заполнение ее изнутри. Есть такое у косметологов выражение – напоить кожу, накормить кожу. Улучшается цвет лица, тургор, рельеф, сужаются поры, кожа выглаживается, ну, немножечко разглаживаются морщинки. При известном старании можно даже немного изменить и контур, и овал лица. Если кожа наполнена, если она напитана влагой, напитана питательными веществами, если в ней быстро происходит метаболизм, фибробласты кожи активны, они продуцируют коллаген, эластин, то да, да, это в наших руках заставить сиять. Мезотерапия – это курс процедур салонных? Либо один раз женщина пришла, ей инъекции ввели, и все. И на этом кожа засияла. И, пожалуйста, результат налицо. Или как это? Это несколько салонных процедур. Так, отвечу, да, на какое-то время. Дело в том, что время бежит, возрастные изменения не остановить, но приостановить немножечко и поддерживать кожу в хорошем состоянии нам поможет курс процедур мезотерапии или биоревитализации. Обычно делается базовый курс, состоящий из двух-трех процедур через определенный промежуток времени. А потом в течение года наши дамы поддерживают свою кожу в хорошем состоянии, приходя к нам раз в 3-4 месяца. Даже раз в полгода иногда. Это все зависит от составов, которые вводятся в кожу. Вот так вот. Я знаю, что сегодня в косметологии, все мы знаем, очень широко используются современные технологии. И сегодня в нашей студии как раз-таки один из таких современных аппаратов, который как раз-таки очень быстро возвращает коже здоровый внешний вид. Правильно говорю? Давайте мы туда пройдем и расскажем, что это за аппарат. Под аплодисменты, ваши дорогие друзья. Что это за аппарат? Для чего он предназначен? Этот аппарат используется в нашей клинике. Представляет собой аппарат для микродермобразии или аппарат для алмазной шлифовки кожи. Это механический пилинг кожи. Изюминка этой процедуры в том, что вместе со шлифовкой алмазными фрезами происходит вакуумное удаление отмерших частичек кожи. И имеется возможность регулировать и скорость движения фрезы, и калибр алмазиков, так скажем, которые нанесены на фрезу, и силу, с которой частички кожи отторгаются. Так что этот прибор для механического пилинга, в принципе, очень популярен среди наших пациентов. Мы сегодня его проверим в действии, в работе, и у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте же мы его выслушаем. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Светлана, я из Гомеля звоню. Да, Светлана, добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Ну, после лета у меня появились, короче, такие вот пигментации на лице, веснушки там. И я вот, ну, пробовала народные средства, никак не могу от них избавиться. Вот хотела спросить у косметолога, есть ли у них какие-то там, ну, процедуры обратиться, чтобы к ним, ну, чтобы, наконец-то, лицо стало чистым. Чтобы осветлить веснушки, чтобы ушла пигментация. А какими народными средствами вы пользовались? Ну, народные там, огурец, говорят, рекомендовали лимон, всякую. Но ничего не помогло? Нет, нет, нет. Спасибо за звонок. Благодарим вас. Что можно, Наталья, ответить нашей телезрительнице? Как убрать? Можно провести салонные процедуры для того, чтобы осветлить лицо? Конечно, можно. Я хочу сказать, что если не помогают народные средства, испытанные, так скажем, столетиями, то на помощь приходят современные методики. При помощи процедур той же самой микродермобразии, при помощи ультразвуковых, при помощи криопилингов, обработки лица холодом, при помощи химических пилингов, это составы, нанесение которых на кожу способствует активному отшелушиванию верхних слоев эпидермиса и обновлению кожи. Вместе с верхними слоями эпидермиса уходят и клетки, заполненные пигментом. Так называемые поверхностные химические пилинги. А, кстати, эти пилинги сейчас очень популярны. Да, они популярны. Сколько таких пилингов следует провести нашей телезрительнице для того, чтобы кожа засияла здоровьем и стал ровненький тон? Я так думаю, если речь идет о поверхностных пилингах, то необходим курс процедур от 3 до 8 пилингов. Но речь может после осмотра пойти также и о срединном пилинге. Это достаточно серьезное, мощное воздействие с таким достаточно длительным реабилитационным периодом, но с потрясающим эффектом. Отлично. А давайте вернемся к этому аппарату современному. Скажите, правда ли, что с помощью алмазной шлифовки можно убрать гусиные лапки? Ну, немножечко, да. Может быть, чуть-чуть преувеличено, конечно, такое отношение к этой процедуре. Но за счет того, что вот этим вот алмазным пилингом мы наносим коже микроповреждения, как бы не было легко воздействия и щадящие, все равно небольшое изменение есть в целостности кожи. Любое повреждение кожи стимулирует ее активную регенерацию. Активная регенерация выравнивает рельеф. Таким образом, мелкие морщинки, снижение тургора, такую легкую дряблость, в том числе и морщинки, вот эти гусиные лапки, которые обычно тоненькие, да, они могут стать менее заметными. Отличный вопрос. Это заслуживает аплодисментов. Уважаемые телезрители, у нас есть еще один телефонный звонок, и мне подсказывает режиссер, что как раз-таки для вас, Наталья, телефонный звонок. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут, откуда вы звоните? Я звоню вам из Гомеля. Как вас зовут? Савелий. Савелий, очень приятно. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Вот у меня, значит, такой вопрос. Получается, мне как бы 24 года, и я вот стал наблюдать, что где-то 2 года назад у меня так потихоньку начали, ну, редеть волосы. Вот, выпадать. Сначала я как бы этому не придавал значения, думал, там, знаете, стресс и все такое. Но сейчас смотрю, что как бы моя ситуация прогрессирует, и я немножко начинаю по этому поводу комплексовать, потому что, ну, сами понимаете, как бы еще молодой, холостой, а мне еще, ну, жениться и так далее. Вот так вот скажите, пожалуйста, я слышал, что есть такая процедура, как плазмотерапия. Вот, и, ну, правда, я не знаю о ней слишком много, и вот мне бы хотелось узнать, можно ли в вашей клинике, ну, обратиться, чтобы вы провели такую терапию, и вообще через какое время будет виден результат, ну, и, можно так сказать, чтобы меня шевелюра моя начала радовать. Благодарим, Савелий, услышали ваш вопрос. Благодарим за ваш вопрос, за вашу активность. Что мы можем ответить, Наталья? Да, процедура такая есть. Что такое плазмотерапия? Процедура такая проводится у нас в клинике. Терапия плазмой, обогащенной тромбоцитами. Эта процедура имеет несколько разновидностей, и вот одна из них именно используется для усиления роста волос, для активизации метаболизма в клетках волосяных фолликулов, что способствует их росту. И мужчины, которые обращались к нам после определенного курса лечения, оставались довольны. Итак, уважаемые телезрители, мы возвращаемся в студию. Доброго вечера. И я напоминаю, что говорим мы сегодня о женской привлекательности. И можно мы Марину попросим немножко переместиться, поменять место локации. А сейчас прямо мы можем провести в нашей студии процедуру? Да, пожалуйста, я все подготовлюсь. Хорошо, для этого что нам нужно? Вооружиться, одеть специальный халатик медицинский, без него никуда. А есть у нас желающие в студии для того, чтобы вот прямо здесь мы смогли провести нашу современную оригинальную процедуру? Есть, да? Проходите, пожалуйста, Татьяна. Друзья, мы поддерживаем. Проходите, Татьяна, занимаем место. Итак, что мы сейчас будем делать? Сейчас мы осмотрим кожу девушки и начнем проводить ей процедуру микродормообразии или алмазной шлифовки. Что нам для этого нужно? Для этого я должна немножечко подготовить ее. Вы не против? Одеваем специальную шапочку. Одеваем шапочку. Так. Которая защитит волосы. Поясняйте нам, Наталья, пожалуйста, да, что мы делаем. Одеваем шапочку. Так. Ну, удобно усаживаем нашу клиентку. Хорошо. Прикрываем ее салфеточкой, чтобы не испортить ее нарядную одежду. А в условиях клиники это делается все лежа, да? Конечно. Кресло косметолога, да, предполагает горизонтальное положение клиента. Это удобно и для косметолога, и для клиента. Ну, здесь мы немножечко в походных условиях. Ну, я вижу кожу девушки, осматриваю ее. Я вижу небольшие явления пигментации, легкий летний гиперкератоз. Видно, что кожа ухоженная, да, что она посещает косметолога, старается следить за собой. Возрастные изменения тут еще никакие не выражены практически. Но мы немножечко постараемся убрать те следы, которые оставила лето на ее коже. Для начала мы что, очищаем? Для начала мы одеваем перчатки и очистим кожу от легкого макияжа, который она нанесла. И как раз таки мы сейчас будем делать процедуру, которую следует проводить осенью, после жаркого лета. Алмазная шлифовка. Очищаем кожу. Ватными дисками мы очищаем кожу молочком, которое подходит для всех типов кожи. У девушки не было аллергических реакций, случаев непереносимости лекарственных средств. Не было, да? Мы очищаем ее кожу, готовя таким образом для контакта с фрезой. Дарья, скажите, а вы делали когда-либо вот такой вот пилинг специальный? Нет, такой пилинг не делала, но есть процедуры, которые делала, конечно же. Я с удовольствием ухаживаю за собой. Как часто осенью ходите к косметологу? Каждую осень. Каждую осень? Да, я очень дисциплинирована. Замечательно. А вы, Марина? Я тоже стараюсь посещать. Вы любите посещать салоны? Люблю, да. Это такое средство даже для нас, для женщин от депрессии, правда? Да, для поднятия, хорошего настроения. Да, Наталья, что мы дальше делаем? Кожа нашей пациентки практически очищена. Мы протираем ее лосьоном, который снимет остатки очищающего средства. Включаем аппарат и приступаем к шлифовочке. Неприятных ощущений не будет. Даже не нужно наносить никакого средства для того, чтобы как-то сгладить вот эту реакцию и ощущение кожи? Нет, не нужно. Не требуется, да? Не требуется. Здесь регулируется и скорость, и сила воздействия. Поэтому я уверена в этой процедуре. Хорошо, включаем аппарат. Включаем аппарат. Есть специальные режимы какие-то, да? Да, настраиваем средний режим воздействия. И сейчас мы будем проводить как раз-таки ту процедуру, которая проводится осенью. И начинаем проводить шлифовочку. А почему она называется алмазная шлифовка? С чем это связано? На поверхность фрезы нанесены микрокристаллы природного алмаза. Да что вы говорите? И вот я вижу небольшое такое шелушение, которое возникает вот по ходу моего воздействия. Это отторгаются роговые клетки, которые, в принципе, омертвевшие клетки, которые скопились за лето. Это так называемая, в принципе, это защитная реакция кожи на солнце. Она таким образом защищается от солнечных лучей. Но получается, что поры забиваются. Мертвые клеточки как бы не дают активно работать кожи. Нарушают газообмен, водообмен. Поэтому время от времени их надо вот просто механически снимать. Наталья, а правда, что с помощью шлифовки вот такой вот алмазной можно убрать даже гусиные лапки? Ну, вы знаете, можно. Если проводить процедуру достаточно регулярно и все время поддерживать кожу в таком вот очищенном состоянии, дело в том, что кроме этой процедурки мы предлагаем введение лекарственных веществ не только инъекционное, но и на уровне аппаратной косметологии введение различными форезами. Ультрафонофорезом, сонофорезом, ионофорезом. Через очищенную кожу, через тонкий роговой слой лучше проникают питательные вещества к клеткам кожи. Поэтому даже применение в домашних условиях крема станет более полезным, более активным. А правда ли, что с помощью вот этой процедуры, которую вы сейчас проводите, даже можно убрать после ожоговой рубцы? При усилении воздействия, при интенсивном воздействии аппаратные шлифовки позволяют, по крайней мере, уменьшить гипертрофические и атрофические рубцы. Вот еще к нам приходят сообщения на Вайбер, и одно из них спрашивает Елена Михайловна. Подскажите, можно ли прибегать к алмазной шлифовке, если кожа у меня имеет склонность к куперозу? Что мы можем ответить? При легком воздействии не возникнет разрастания сосудов, новых сосудов. Здесь все надо регулировать очень индивидуально. Очень индивидуально, и это безопасная процедура? Это достаточно безопасная процедура, которая при условиях выполнения в медицинском учреждении и обученным медицинским работникам, она совершенно безопасна. Можно говорить только о плюсах ее. Она не травмирует кожу? Травматизация происходит на микроуровне. На микроуровне. Хорошо, и пока Наталья, косметолог клиники пластической хирургии и косметологии Чеслова Кушлевича, проводит вот такую оригинальную, уникальную процедуру, я хочу пригласить в студию Наталью Кузикову и представителя компании сети брендовой одежды, сети магазинов брендовой одежды для женщин, белорусской одежды для женщин. Компания Девур и ФАМ сегодня это партнеры нашей программы. Пожалуйста, проходите к нам в студию, Наталья. Вы сейчас в новом образе. Проходите, пожалуйста, и расскажите, как вам. Очень комфортно, не сковывает движение. Я ощущаю себя, ну вот, как в моей одежде, которую я ношу обычно. То есть, что самое удивительное, вроде пиджак. И казалось бы, что он, может быть, где-то должен, где-то сковывает движение. Но, на удивление, удачно скройный и удачно подобрана ткань, что очень комфортно. А джинсы эластичные, эластичные. Как вам ткань? Приятно к телу? Да. Ну, то есть, вот они не как когда-то в молодости наших мам дубовые такие, что невозможно в них двигаться. То есть, это сейчас очень приятная и комфортная одежда. Поэтому у меня нет никаких нареканий к данному виду. Люба, поясните, пожалуйста, исходя из чего вот подобрали такой комплект одежды для нашей героини? Мы пересмотрели не один вариант. Все-таки мы услышали нашу Наталью. Она хотела брюки. И все-таки она мама в декрете. И тут захотелось вот... Декрет это, конечно, хорошо. Но любая женщина вот немножечко, знаете, так бизнес такой вот что-то подтолкнуть. И не всегда же ходить только в домашней одежде. Хочется лоской. Да, тут хочется и лоской, и что-то и такой вот элегантности. И мы постарались услышать нашу девушку. Вот, предложили ей классические джинсы. Рубашка, рубаха мужского такого немножечко спущенной рукав. А можно снять перчатчок, продемонстрировать? Мы сняли. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Снимаем перчатчок. Несколько слов именно про рубаху такого мужского кроя. Да, рубаха мужского кроя. Это такой модный на данный момент тренд сезона. Сзади немножечко удлиненных. Да, на пуск спереди. Можно заправить в джинсы. Можно на выпуск. Тут уже кто как любит. По-моему, отличный комплект. Отличный комплект. И вся прелесть фигуры нашей героини, она вот, пожалуйста. Фигура великолепная. Мы видим. Фигура просто великолепная. Благодарим вас за отличную работу. Оставайтесь, пожалуйста, пока в студии. И мне подсказывает режиссер, что у нас есть еще один телефонный звоночек. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Наталья, смотрю вашу передачу и хотела бы тоже высказаться по поводу продукции, которая представляется в вашей передаче. Продукцией фирмы ФАМ я пользуюсь достаточно давно, а недавно для себя открыла товары фирмы Девюр. Хочу сказать, что ознакомившись с осенней и зимней коллекцией 2017 года, нашла довольно-таки интересные вещи, которыми представлены они для разной категории возрастов, ну и, соответственно, приемлемые цены. Мой вопрос заключается вот в чем. Хотелось бы, чтобы вы более подробно остановились на вопросе, какая система скидок существует у вас для постоянных или вновь приобретенных покупателей, будем так говорить. Также система каких-либо подарочных сертификатов и в дальнейшем, какие планируются наработки в плане, ну так, тех же самых установленных систем скидок. Ну и всего. Благодарим. Привлечение, для привлечения покупателей именно в ваш магазин. Спасибо вам за отличный вопрос, за слова благодарности. Мы обратимся к Марине Соколовой, она как раз-таки директор магазина, сети магазинов брендовой одежды, белорусской одежды для женщин. Марина, скажите, пожалуйста, вот существует система скидок? Конечно, существует. Значит, если приходит новый клиент к нам в магазин, совершает покупку, то ему заводится дисконтная накопительная карточка. Значит, накопление там идет от 300 рублей 5%, от 700 идет 7% и от 1200 идет 10%. Плюс накопительная карточка, что еще дает? Очень коротко, у нас очень мало времени. И неделя после дня рождения клиент получает 25% скидки. Отлично. Как вам такие условия, Дарья? Мне кажется, хорошо. И, ну, судя по тому, что надетым на нашей героине, можно идти. Итак, вы сегодня услышали кучу комплиментов. Кроме того, что у вас идеальная фигура, сегодня с вами поработали профессионалы своего дела. Мы вас проводим в зрительный зал. Проходите, пожалуйста, занимайте ваши места. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Итак, уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Добрый вечер, Гомель». Я напоминаю, что сегодня мы говорили о женском очаровании и рассуждали о том, в чем же главный секрет привлекательности женщины. В нашей студии были высказаны самые разные точки зрения. И сегодня на протяжении всей программы у нас были партнеры, которым мы безумно благодарны. Это клиника пластической хирургии и косметологии Чеслова Кушелевича. Ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья. И еще один партнер. Я попрошу озвучить, кто же партнер нашей программы. Марину, директор магазина. Кто еще был сегодня партнером нашей программы? Сеть магазинов «Девур» и «Фан». Отлично. И сегодня мы высказывали очень много разнообразных мнений о том, что же делает нас, женщин, привлекательными. У любого мужчины наверняка свой собственный список того, что же для него крайне привлекательно в женщине. Поскольку сегодня мы не смогли вывести единую формулу женского очарования, мы не нашли то измерение, чем же мы можем померить наше женское обаяние. Поэтому мы предлагаем вернуться к этой теме в одной из наших следующих программ. Но на сегодня пока все. Я благодарю вас, уважаемые телезрители, и вас, уважаемые гости, за то, что вы сегодня были активными, за то, что вы поддерживали нас, за то, что вы нашли время прийти к нам в студию. Уважаемые телезрители, на этом пока все. Это был Добрый вечер, Гомель и я, Наталья Игнатенко. Всего вам доброго. До встречи.